Керавник державы сегодня звернулся с посланем до белорусского народа и национального сходу. У Палацы Республики выступления президента слухали депутаты, сенаторы, урад, дипломаты, губернаторы, представники усих областей и вядома журналисты. Усяго прыглад на 2500 человек. А у промым теле и радиоэфиры до их долучились белорусы по всей краине. У открытым акционерным товарыстве Гомсельмаш послание президента слухали у актовой зале администрационного будинка. Зранецы тут усталявали вяликий телевизор. Сюня гэтае предприемство – один из основных вытворцов белорусской сельскохосподаршей техники. А тому перспективы далейшого развития краины у целым и ее экономики у приватности абыяковым не покидаюць никога. Александр Лукашенко каже об проблемах, які узникли у свете у сувязи с пандемией коронавируса, и подкресливая. Беларусь справилась, причым у червяне по некоторых позициях навыд отзначается повелешение пакашшыков. Цепер галунная задача у рада – рост добробыту и доходу грамадзян, які залежат спеш за усе от работы экономики. Будем больш выраблять и продавать на экспорт запотрабованную продукцию, вырасти и добробыт – перкананы Александра Лукашенко. Под гэты мэты распрацаваны и наши планы, и программы, и разлики. Для працавнюков Гомсельмаша гэта саправды актуальна. Яшы недавно на предприемстве были достатково значны проблемы, але пасля повелешение экспортных поставок ситуация резко змянилася. Несмотря на общемировой экономический спад и снижение деловой активности, связанное, в первую очередь, с негативными последствиями от пандемии COVID-19, Гомсельмаш нарастил в этом году за первое полугодие свои экспортные поставки более чем на 5% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года. По-прежнему экспортными рынками остаются Россия, Украина, Казахстан, страны ближнего и дальнего зарубежья. Первые поставки осуществлены в Зимбабве в этом году, в Армению. Перспектива развития сельской господарки и агрогородков, зеленая экономика, выборшая кампания, укоронение системы доброохводных пенсийных накоплений, повелешение у наступной пятигодцы середней зарплаты у два разы. За мыль полторы годины Александра Лукашенко закранная бедай усе темы, які сёня хвалююсь громадства. И самое головное, что кожны жадая пачуть от керавника Беларуси гаранты дальнейшей стабильности. Работаю я больше десяти лет на стройке. Без работы мы никогда не оставались. Объектов у нас всегда полно значимых. Зарплата у нас хорошая. У Гомельским паласово-парковым ансамбле за посланием президента сошили у Белой гостиной, где так само усталявали Великий телевизор. После закончения супросовники установы признаются. Было вельми текаво ознаемиться с думками керавника державы. Причем выделить некую одну наибольше актуальную тему складано. Актуальным было усе. Послание президента – это своего рода программа действий, стратегия нашего государства на ближайшую пятилетку. Мне понравилось, как президент осветил тему отношений с нашими партнерами, странами, такими как Россия, Китай. То есть это многовекторная тема. Западная Европа, США и так далее. Мне понравилось, как он говорил о молодежи, о том, что молодежь – это будущее любой страны. И с молодежью нужно работать, то есть нужно их воспитывать так, чтобы они любили свою родину. Но мощь нашей страны, в том числе и экономическая, потому что это, прежде всего, связано с тем, как каждый из нас будет работать на своем рабочем месте, выполнять свои профессиональные обязанности. И вот все вместе мы, весь белорусский народ, я думаю, что мы в ответе за свою страну, а не только президент Республики Беларусь. Больше подробный материал про послание президента белорусскому народу и национальному сходу глядите у наших наступных выпусках. Алексей Цюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель».